Здравствуйте! С вами священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем наш с вами курс, посвященный божественной литургии. На прошлой лекции мы поговорили с вами о библейских предпосылках этого таинства. Мы упомянули о, собственно, событиях исхода, о том, как Христос говорит о себе как о хлебе жизни, сказали о празднике Йом-Кипур и о том, как кровью жертвы обновлялись отношения между израильской общиной и Богом. Все это находит свое отражение в логике литургии. Но, конечно, главным из библейских событий, которое целиком, собственно, и не только даже прообразует, а являет ту самую первую литургию, к которой движутся и стремятся все последующие, является событие, которое получает в евангельской истории наименование «Тайной вечери». О ней сегодня мы с вами подробно и поговорим. «Тайная вечеря» — это последнее собрание Христа со своими учениками накануне пасхального дня. Хронология евангельских событий здесь несколько отлично. Разнятся точки зрения синоптиков, то есть первых трех евангелистов и Иоанна на то, в какой конкретно вечер проходит это собрание. Это либо непосредственно пасхальное вечеря, либо собрание вечер накануне, то есть за день до Пасхи. Но это в некотором смысле не суть важно. Принципиально важно, что сам Христос видит этот, как бы мы самым бытовым образом сказали, праздничный ужин, как собрание в контексте пасхальном. То есть первая мысль, которую нам нужно с вами сегодня озвучить, это параллельность «Тайной вечери» и пасхального седора. Что такое седор? С иврита это переводится как «порядок», и, соответственно, говоря о пасхальном седоре, мы имеем в виду определенный ритуал, который сопровождает восседание или возлежание за пасхальным столом некой небольшой общины. Как правило, это община семейная, то есть глава семейства и его представители. Но можно праздновать пасху не только с семьей непосредственной, но можно и с семьей духовной. То есть возможны случаи, когда во главе восседает не отец семейства, а, например, религиозный лидер, глава общины, учитель, а вокруг собраны его ученики. Именно таким образом и празднуют наступающую пасху, возможно, да, вот как раз в вечер перед 14-м Ниссана Христос со своими учениками. Собственно, о том, как должно происходить это празднование, нам в самых общих чертах говорит книга Исход. Можем обратиться к 12-й главе. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяцем, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока. Мужеского пола однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечера. И пусть возьмут от крови его, и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят его мясо всю самую ночь, испеченную на огне с пресным хлебом и горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Это не единственные установления, связанные с этим днем. Также из священного писания мы можем прочитать фрагменты, связанные, например, с вкушением опресноков во все эти дни. То есть необычного квасного высокого хлеба, а преснова мацы. Связано это, собственно, с идеей скорого избавления Израиля из египетского рабства. Так быстро это произошло в рамках ночи, и так спора Израилю пришлось встать и выйти из рабства в свободу, что, собственно, поэтому все собравшиеся за столом сидят уже одетые и готовые и с посохами в руках, едят с поспешностью. А во-вторых, даже хлеб, квашня, не успел подойти. Пришлось печь как есть, собственно, пресным, и таким образом вот этими хлебами и питаться. Еще одно важное постановление связано с, скажем так, религиозным научением, с трансляцией традицией в поколениях. Священное Писание будет говорить о том, что в рамках этого самого пасхального ужина во всех последующих родах, да не в саму вот эту конкретную пасхальную ночь, а всякую ночь каждого следующего года, когда будут вспоминаться эти события, глава дома должен взять на себя определенную религиозную функцию. Младший в семье спрашивает о том, чем эта ночь отлично от всех остальных ночей года, а старший должен рассказать ту самую историю исхода, кроме всего прочего, даже подтверждая ее апелляцией к каким-то блюдам, которые стоят на столе, что вот эта, например, соленая вода знаменует собою слезы, которые прорывали отцы наши в земле египетской. А вот это вот фруктовое пюре, выглядящее так глинообразно, знаменует собою ту самую глину, из которой делали кирпичи отцы наши в земле египетской. И далее, далее, далее. И главным блюдом здесь является тот самый пасхальный агнец, который приносится в жертву в Иерусалимском храме, и, собственно, знаменует собою вот ту самую жертву избавления. С момента, когда Иерусалимский храм второй раз был разрушен в 70-м году войсками императора Тита, более на пасхальном столе, агнец никогда не присутствует. Христос проводит с учениками вот такого рода пасхальный ужин, пасхальный седр. Он за эти долгие столетия оброс своим ритуалом, своей последовательностью, и до какого-то момента времени Христос проводит его точно так же. То есть в рамках него принято несколько чаш вина, над которыми глава дома провозглашает благословение. В рамках него ритуально преломляется хлеб, за который также, благословляя глава этого собрания или глава дома, благодарит Бога. Казалось бы, Христос до какого-то момента времени действует в рамках этой логики, и вдруг на определенном моменте совершает нечто совершенно новое. Он также берет одну из этих чаш. Библеисты и отцы церкви дискутируют о том, какая это чаша по счету, успел ли причаститься или нет, например, Иуда. Но не суть важна. Вот этих чаш четыре, какую-то одну из них, беря Христос, вдруг не благословляет Бога за плод виноградной лозы, а говорит о том, что пейте от нее все. Это кровь моя нового завета. Вот здесь Христос называет свое учение тем привычным термином, с которым мы теперь всегда его ассоциируем. Собственно, новый завет. Для нас привычен он, для тогдашней аудитории это, конечно, нечто совершенно радикально новое, по той еще простой причине, что свое служение Христос описывает как то, которое не нарушает закона. Он пришел не нарушить закон, но исполнить. Но и новый завет находится в контексте этой же самой мысли. Ведь в Слове Божьем у пророков сказано, что вот я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их. Тот мой завет они презрели, этот же будет заветом вечным. И вечность этого завета, как мы видим, здесь гарантирована не кровью животных, а кровью виноградной лозы, которая вдруг Словом Господнем становится кровью Христовой. То же самое происходит и с хлебом. Христос, преломляя его, преподает ученикам со словами о том, что это его тело. И вот здесь очень важный момент. За вас преломляемое вооставление грехов. Знак преломления, с одной стороны, конечно, указывает на страдание, на то, что этот завет заключается через пролитие крови Христа на кресте и через преломление его тела на том же самом кресте, прободение его ребра и в конечном итоге смерть. Но это обращает нас и к очень важному, крайне архаичному ветхозаветному эпизоду. Это, собственно, фрагмент из Книги Бытия. 15 глава. Заключение завета, как формального, какого-то измеримого договора между Богом и Авраамом. Завет, собственно, этот заключается о владении землею, которая будет называться землей обетованную, и, кроме всего прочего, о появлении наследника. У Авраама возникает совершенно закономерный вопрос. Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? «Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий, и сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй». В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий аммареев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце, и наступила тьма. Вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом. Что мы здесь видим, на что нам нужно обратить внимание? Завет этот заключается через рассеченную жертву. Половина которой как бы знаменует достояние жертвующего, а половина – достояние того, кому обращена эта жертва. И нисходящий огонь, проходящий между этими жертвами, знаменует собой ускрепление, заключение этого завета. Также и опреснок в руках Христа, преломляемый и преподаваемый, обозначает вот такой же, точно, да, только теперь уже новый завет. То есть преломление – это не только знак страдания Христова, но и объективности, реальности заключаемого завета. Также мы видим, что Авраам, прежде чем прийти вот к этому формальному заключению, вдруг проваливается в ужас и тьму, и ему говорится о тяготе, которое будет связано с заключением этого договора. Что хотя исход его будет благополучен, но знай, что потомки твои определенный момент времени пробудут в тяготе и рабстве. Вот этот мрак и ужас, напавшие на праотца. То же самое происходит и в рамках Тайной Вечери. Вот сейчас Христос преломляет этот хлеб и будет буквально через совершенно небольшое время тосковать и тужить смертельно. Он окажется в ужасе и тьме Гефсиманской ночи, внутри которых будет просить своих учеников побыть с ним. Но в конечном итоге будет укреплен не от учеников, а от Ангела Господня. В Новом Завете мы встречаем несколько упоминаний о Тайной Вечере. Правильно сказать, мы четко видим ее в каждом из Евангелий с тем только своеобразным моментом, что будучи упомянута в Евангелии от Иоанна, которая в общем-то по, скажем так, базовой своей логике кажется нам самым евхаристичным, потому что именно здесь регулярное обращение к теме Христа как хлеба, предлагаемого в пищу, при всем при том, как бы не сопровождается рассказом внутри Тайной Вечери о установлении таинства Евхаристии. Тайная Вечеря описывается, в рамках нее отдельно указывается на умовение ног ученикам, в рамках нее звучит очень объемная первосвященническая молитва Христа, но вот сам этот эпизод почему-то оказывается не озвучен. В трех других Евангелиях, собственно, у евангелистов-синоптиков, то есть совместно зрящих, чьи евангельские тексты исключительно созвучны друг с другом, то есть у Матфея, Марка и Луки, этот эпизод присутствует в полноте. Везде там будет сказано о хлебе тела и о вине крови. Но самым ранним новозаветным упоминанием станут неевангельские тексты. Мы с вами помним, что история формирования новозаветного канона такова, что первыми новозаветными текстами становятся не Евангелие, а тексты Павловых посланий. И именно у апостола Павла в первом послании к Коринфянам мы и видим первое по времени, первое хронологически, упоминание о Тайной Вечере. Обратим с вами внимание к тексту. Итак, это первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите. Сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечера. И сказал, сие чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Собственно, повторяюсь, это первое новозаветное свидетельство. С ним будут солидарны все три синаптических текста. Конечно, везде мы заметим свою специфику, свою разницу. Но принципиально мысль будет одна и та же, что в рамках этого пасхального седора, когда Христос в некотором смысле слова теперь уже и прощается со своими учениками, потому что он отдельно проговаривает «желанием желал я вкусить эту пасху с вами». Понимая, что, собственно, далее он разделит с ними трапезу таким образом только уже в наступившем царстве Отца Небесного. Он, собственно, хлеб предлагает как хлеб тела и вино, собственно, как вино крови. Замечу, что здесь и тему вина мы обязательно должны рассмотреть в рамках того образного ряда, который предлагает нам евангельский текст, также, кстати, Евангелие Теанна. Мы видим, что Христос говорит о себе как о виноградной лозе, которую обрабатывает его отец, виноградарь. И от этой лозы происходят ветви, каждый из которых при правильной обработке приносит плод. И те из них, которые не отзываются на труд виноградаря, будут отсекаемы и выброшены за ненадобностью. Все же остальные плод этот будут приносить многократно. Здесь еще раз мы видим, как коррелируют, как соотносятся друг с другом темы о единстве церковной общины, о плодоношении этой общины, находясь на лозе Христа. И, собственно, таинство Евхаристии, как укрепляющего церковь в этой ее плодоносности. Более того, замечу, что вот этот образ возделывания виноградной лозы характерен не только для Нового Завета, но и совершенно конкретно мы наблюдаем его и в Завете Ветхом. Это, собственно, эпизод, который мы видим в одном из 70-х псалмов, если не ошибаюсь, в 79-м, когда, собственно, Израиль сравнивается с виноградной лозою. Господи, вот ты в свое время перенес лозу из Египта, насадил ее, оградил оплотом, то есть это тот элемент истории израильского народа, связанный с исходом, с завоеванием Святой Земли, с завоеванием Иерусалима, строительством храма, а потом вдруг обрушил эту ограду, распластал все ее ветви и теперь объедает его побеги, этого винограда, всякий проходящий мимо зверь. Мы даже внутри литургического собрания в рамках архиерейского богослужения увидим цитату именно из того псалма, когда архиерей, обращаясь в сторону народа и благословляя его, скажет «Призри с небесе Божия, и виждь, и посети виноград сей, его же насадила десница твоя». Это очень эффектно выглядит в рамках нашего богослужения, но смысл здесь в том, что служитель призывает благодать Божию на нас, малоплодоносных, ни живых, ни мертвых, чтобы благодать Божия все-таки нас обновила. Именно этого мы, в общем-то, с вами в Таинстве Перечастия и ищем. Чтобы стать той самой должной отраслью на лозе Христовой и чтобы приносить свой плод в должное время. При этом нам принципиально важно с вами иметь в виду, общее учение церкви, озвученное множеством святых отцов и повторенное целым рядом современных литургистов, в том, что в конечном итоге мы не повторяем событие Тайной Вечери, не как бы проигрываем ее в воспоминания чего-то прежде бывшего, хотя Христос говорит «делайте это в мое воспоминание», но этим творением и воспоминанием мы входим в объективную реальность этой самой Вечери. Отсюда, кроме всего прочего, даже и православное учение о месте и роли священнослужителя в Евхаристическом собрании. Например, мы видим, что в рамках развития западного богословия в конечном итоге там возобладает мысль о том, что священник или епископ есть полномочный представитель Христа. Он как бы символизирует собою Христа, предстоящего за богослужением. Отсюда целый ряд и совершенно простых литургических и околи литургических идей, родившихся в западном христианстве. Ну, например, до реформ Второго Ватиканского собора практически полное отсутствие соборных богослужений, когда несколько, например, священников и несколько епископов служат литургию по той простой причине, что не может быть несколько Христов. И поэтому, конечно, священник должен стоять перед алтарем один. Это, кроме всего прочего, та же самая идея о целебате. Потому что если священник представляет собой Христа в рамках собрания, а Христос безбрачен, соответственно, и священник должен быть безбрачен также. Ну и даже банально рассуждения о невозможности женского священства в западной традиции заканчиваются как раз на уровне того тезиса, что если священник представляет собой Христа, а Христос был в рамках земной истории реализован как мужчина, то поэтому, конечно, ни о какой женщине, предстоящей перед престолом, речи быть не может. Православная точка зрения на роль священнослужителя в собрании иная. Мы, во-первых, и главное, говорим о том, что он является предстоятелем внутри церковной общины. Он тот, кто в каком-то смысле, подобно пророку Моисею, должен взойти на Синайскую гору, но не один, а от лица всего народа. Мы помним этот ветхозаветный эпизод, когда Бог говорит, что вот три дня не входите к женам, пусть каждый из вас омоется, очистится, потому что я сойду на гору, и все мужчины взойдут на нее и получат закон и завет. Но столь ужасное явление, столь страшна гора, трясущаяся и покрытая тьмою и молниями, от присутствия Божия, что народ говорит, что готов, чтобы Моисей один от лица всех взошел туда и принес всем дары этого самого завета, и все с удовольствием послушают и примут все, что он скажет, только бы не входить самим туда. Моисей таким образом не уникален, не исключен из всего народа, а как раз представитель от всего народа, который идет туда, в мрак Синайской горы, чтобы получить там скрижа Лизавета. Вот в некотором смысле о роли священнослужителя в Евхаристическом собрании мы можем говорить таким же образом. И поэтому, соответственно, каждая конкретная литургия не есть новое служение Тайной Вечери, потому что священник, как это не очевидно, не Христос. Он не может сам и какими-то своими силами притворить хлеб в тело Христова, вино в кровь Христову. Ему это недоступно. Это доступно только самому Христу. И сам Христос единожды это уже осуществил. Вот в рамках той самой новозаветной Тайной Вечери. Поэтому всякая наша литургия, в некотором смысле слова, вырывает нас из нашего обыденного времени и пространства и поставляет в реальность вот этой самой Тайной Вечери. Это, кроме всего прочего, кстати, мысль, характерная вообще для православного переживания праздников как литургических событий. Когда мы, например, с вами празднуем Рождество Христово, или вспоминаем ту же самую Великую Пятницу, День Распятия, или торжествуем Светлое Христово Воскресение, мы лишь постольку поскольку вспоминаем об этом. А на самом деле в рамках литургического календаря мы пытаемся коснуться реальности этого дня. Потому что всякое событие в жизни Христа как божества и включено в течение времени и истории, и больше, и выше, чем время и история. Поэтому Тайная Вечеря и случилось в конкретном месте и в конкретное время, и выше, чем это место и чем это время. Поэтому община в главе с предстоятелем отправляется в этом смысле, в определенного рода путешествие. Мы будем говорить с вами, поэтому, кроме всего прочего, о динамическом характере литургии, что она не некое, скажем так, такое медитативное, стоячее, недвижимое таинство. Она очень динамична, очень подвижна, она вся устремлена вперед. Мы даже в самом характере текстов и священнодействий отследим с вами такого рода детали. Пока же просто озвучим их, что к той самой, одной единственной, Тайной Вечери, в рамках которой священнодействует Христос, отправляется каждая христианская община в рамках такого собрания. Подтвержу эту мысль словами святителя Иоанна Златоуста. Он пишет следующее. Это несколько его цитат. «Итак, веруйте, что и ныне совершается та же вечера, на которой сам он возлежал, одна от другой ничем не отличается. Нельзя сказать, что эту совершает человек, а ту совершал Христос. Напротив, ту и другую совершал и совершает сам он. Когда видишь, что священник преподает тебе дары, представляй, что не священник делает это, но Христос простирает к тебе руку». И далее. «Мы постоянно приносим одного и того же агнца, а не одного сегодня, другого завтра, но всегда одного и того же. Таким образом, эта жертва одна, хотя она приносится во многих местах, но разве много Христов? Нет, один Христос везде. И здесь полный, и там полный, одно тело его. И как приносимый во многих местах он одно тело, а не много тел, так и жертва одна. Он наш первосвященник, принесший жертву, очищающую нас. Ее приносим и мы теперь, тогда принесенную, но не оскудевающую. Это совершается в воспоминании бывшего тогда, сие творите сказано, в мое воспоминание. Не другую жертву, как тогдашний первосвященник, но ту же мы приносим постоянно. Или лучше сказать, совершаем воспоминание жертв. Предстоит Христос и теперь. Кто учредил ту трапезу, тот же теперь устрояет и эту. Не человек притворяет предложенное в тело и кровь Христову, но сам распятый за нас Христос. Представляя его образ, стоит священник, произносящий те слова, а действует сила и благодать Божия. Таким образом, повторяюсь, христианская община едиными устами и единым сердцем, исповедуя свою веру в распятого и воскресшего Христа, его имеет как единого истинного первосвященника, который, как мы уже с вами на прошлом занятии говорили, и приносит ца в жертву, и приносит ее, и принимает как Бог. Плоды же этой жертвы мы и вкушаем с вами в таинстве литургии. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok